Продолжение следует... Думаю, надо поговорить, предложить ему бесплатно, будет крестить или нет. Дали мне его телефон, созвонился, представился. Я его так-то лично же не знаю, этого священника. Я предварительно был у них с неделю или дней 10 назад. Там у него второй священник есть. И он мне тогда отказал, ссылаясь на то, что все это крещение настоящее, действительное. И настоятель я застать не смог. А в этот раз заехал, напал на него, там митрополит как раз у него был, отъехал только. И вот, я ему объяснил, говорю, хочу покреститься. Он что, не крещеный, говорит? Я говорю, нет. Моченый. Правда, я точно сам не знаю, как я крещен, но у меня супруга, теща еще есть, которые моченые. Он, ну я вообще крестил, но к митрополиту, говорит, обращался по этому вопросу. Он мне сказал, лучше не крести. А то, говорит, получится так, что одни священники хорошие, а другие плохие, поэтому лучше не крести. Ну ладно, говорит, все равно давай приезжай. Вот аргументация, да, почему надо крестить и почему не надо. Какой уровень-то? Ой, это вообще, да, да, к сожалению, так. Ну и вот, и я сегодня теперь вот уже, ну и в общем, в итоге он сказал, ну ладно, говорит, давай приезжай, креститься будем. Я, говорит, в серпе перекрестил. Тогда он мне ответил. Ну вот, а сегодня с утра позвонил, говорю, отец Алексей, вот так и так, я говорю, связался, вот я вас с духовником назвал. Ну, говорю, с духовником со своим связался и, вот, объяснил ситуацию, что деньги берете за крещение. Вот, а он мне сказал, что ни в коем случае в этом креститься нельзя при таких обстоятельствах. Надо либо бесплатно, либо от такого священника отойти. Вот, я говорю, поэтому звоню вас спросить, как вы, бесплатно будете крестить? Он так говорит, ну, мы, можно ли бесплатно? А потом, а кто у вас такой духовник-то? Он, он хоть кто, кто он такой? Я говорю, ну, он далеко живет, у него там, у него община, у них и священник нормальный объяснил, что с РПЦЗ, который в нашем сообщении, в общении с нами находится, вот. Он говорит, ну, получается, вы из принципа не хотите за деньги? Я говорю, ну, как из принципа? Ну, по канонам, это не принципы, а каноны такие. Я же, говорю, если бы из принципов тогда, и мне, в принципе, не надо было бы креститься, я уже по принципам и так крещеный, по-вашему-то, поэтому, по канонам, вот. Он так говорит, тогда нет. Тогда нет, бесплатно не буду креститься. Я говорю, ну, ладно, тогда. Есть такое выражение, выражение такое, а фонареть? А фонареть? Это лишиться свету или а фонарь стукнуться? Ужас какой! Ну, я тебе выписал все каноны про симонию, ты ему показал бы, вот симония, вот анафобе предается. Когда говорится, за причащение деньги берут, это за все таинства означает. Да. Кстати, Игнать, тихо, почему-то сразу звуком проблемы. Вот все-таки и видео, и звук. Я бы, вот когда вы заходили в начале, прям звук хороший был. А сейчас и звук плохой, и вот изображение прям некачественное. Вот. Ну, ладно, мне-то и так хорошо с вами разговаривать. Вам было нормально. Я нормально вас слышу. Я ему и про симонию сказал. Я не спросил. Я ему и про симонию ему сказал, а? Мы записываем, все в интернет выставляем. Ты не против? Нет, Игнать, тихо, не против. Все, давай, говори. Вот, я ему про симонию говорю, и там они симонии не боятся, поэтому там как об стенку горох. Ооо, это смертный приговор. Он из сада исключения извергается за симонию. Будет епископом его сразу исключать, под суд предавать. А я что-то, как-то у меня из головы-то выпало, что по большому счету это же крещение за деньги. Потом-то мы с Сергеем поговорили, я думаю, и правда, слушай-ка, это же за деньги получается. Ну и вот, и вот сейчас после разговора, да, тут у меня и супруга расстроилась, и теща, что мы опять некрещеные остаемся. Вот, и вот я, а я думаю, думаю, надо же, была проблема найти, где храмы, баптистерии где есть. У нас в области, уж не знаю точно или нет, но говорят, что всего два храма, где есть баптистерия. Понимаете, на целую область Ульяновскую. Два храма в Жадовском монастыре, где вот здесь еще, где я был. Ну и вот, то есть, оказывается, еще найти с баптистерия, это еще не все, а. За бесплатно, я думаю, это уже невыполнимая задача. Река, река, найди реку. Ну, пока холодно, Геннадий Степенович. Есть, ну, холодноват пока еще, там лед, наверное. Подождите, у нас 7 июля будет хрещение. Придется ждать вот. Забирай всех, 7, это 12 июля. 12 уже? 12, приезжай, Юля, покрестишься, все. Побудем вместе, насладимся общением. Ну, я уж так и... Правда, Сергей там мне говорит, вы якобы собираетесь выезжать за книгами, Игнать Тихонович, это правда, что ли? Ну, как по-другому-то? Книги развозить свои. Сергей правильно говорит, вы уже не вернете. Нет. У меня поясница, поясница, у меня же операции. Нет. А ехать-то отсюда? Да, конечно, не до тех, что... Вы что, вы... К Баренцу в море уехать только. Нет, конечно, это прям ничего хорошего. Игнать Тихонович, вы их назад себе пусть, давайте организовать можно, чтобы назад к вам приехали они. Не надо по библиотекам. У вас и так люди все разберут ваши книги. И то это будет целенаправленно, в библиотеках их никто не принесет. Это назначено. Я не могу назад. У меня на это еще есть. Это уже назначено, я обязан сделать. Я молился, я у Бога это выпросил. И поэтому в одностороннем порядке я не могу нарушать это. У меня это благословенное... Ну ладно, ну уж и не вам, Василий. Ну как пока не знаем. Сергей как-то... Игнать Тихонович, вы еще нужны... Ну, Бог знает. Вы еще нужны там... Сергей хочет сделать так, чтобы в любой библиотеке могли мы онлайн встречаться, говорить. Как так, не знаю. А, ну это да, это как вариант. Чтобы и не ехать. Но только чтобы вы не ездили, Игнать Тихонович. Другие три человека... Нет, нет, не надо вам ехать, конечно. Я не могу. Да. Уже меня прям выталкивает. Езжай и все. Не, это... Просто они забыли, что если вы там погибнете, то всем будет хана там от этого. Поэтому не надо. Вы вот здесь сколько пользу приносите, а там... Урал, Урал переезжать трудно. А? Урал. Урал 300-400 километров для меня очень тяжело даются. Уральские горы. Да хоть куда, Игнать Тихонович? Хоть Урал, хоть... В такой машине, да сидя, да с таким позвоночником. Да. Ну хорошо, что вы все-таки думаете не ехать, слава Богу. Так что лучше уже... Кто-нибудь все равно без вас это сделает. А онлайн, если будет связь с библиотекой, ну тем более, вы будете видны, можно все так же все сказать. Так что эта идея хорошая. Да. Дай Бог, чтобы так и сложилось все. Сергей, чтобы сделал это. Вот так вот. Так что, Игнать Тихонович, зачем... Давай, Игнать Тихонович... А вы знаете, там еще интересно... Вы слышите, да, меня? Я вас плохо слышу. Говори. Вот-вот. Там... Интересно, люди с прихода-то знают же, что мы не причащаемся, и там много косо смотрят. А одна женщина такая, там в годах уже, она все нас отговаривала, а сегодня встретилась и у супруги спрашивает, «А что же вы вроде должны были ехать-то?» Она вот объяснила, да там за деньги, поэтому мы не поехали, нельзя за деньги-то. Она говорит, вот, это делать не Богу угодно. Я молилась специально, чтобы вы, если Богу это не угодно, чтобы вы не поехали. Вот поэтому, значит, Богу это не угодно, чтобы вы крестились. Значит, надо вам оставаться так, как есть. А Света расстроилась. Говорит, вот, видишь, она молилась, и у нее получилось. Еще, Бог усмотрит. А? Бог усмотрит. Бог усмотрит. Да, да, да. Вот такое дело. Да, я тоже думаю. Тут под это дело можно все, что угодно подводить. Кто молится, чтобы мы крестились, кто молится, чтобы не крестились. Самое главное, что, какой мы выбор сделаем. Некрещеный человек вне церкви, как это не крестились? Это не мне надо. Это требует от этого справедливость, от воды и духа. Это завершающий момент рождения свыше. А без этого никто Царствие Божие даже не увидит. До этого, Игнатий Тихович, по-большому никто не знает. Тут, ладно, вы как-то вот эту тему ее развиваете и объясняете. А так ведь люди на эту тему совершенно не задумываются. И сегодня я немножко послушал старую беседу с Петром, как его там, Михалев или как помните, священник с вами говорил, по поводу крещения, рождения свыше. И здесь, по большому счету-то, они, видите, пытаются вам сказать, что нигде ничего не говорится вот в таком контексте, как вы это представляете, рождение свыше. Ну, сказано там в Евангелии, где Никодим беседует со Христом, но вроде бы и все нигде на самом деле нет. А ведь ваше объяснение, оно просто, не то, что оно как бы, оно вообще евангельское, оно просто показывает, что должно быть такое покаяние, через которое человек как раз и рождается свыше. А они ищут, что какое-то должно быть специальное указание. А здесь просто надо понять ведь, что это, о чем вы говорите. И я вот вам, так сказать, не устаю вас благодарить за то, что вы вот в эту сторону и мое сознание повернули, как бы обратить внимание, а подумать, а вообще, что такое это с рождения свыше? Что, а я кто такой? Рожден ли я или не рожден? Вот, и слава Богу, что вот благодаря вот этому вашему акценту, хоть выводы, я поэтому никак не мог понять, почему вы такие страшные вещи для многих говорите по поводу патриарха, еще каких-то думать. Как вы можете отличать рожден, не рожден? А теперь четко понятно, как это делается. Оно же видно сразу. Тут несколько действий, видно, человек, он из какого лагеря пришел к нам. Они мирские, говорят по мирскому. Так что да, здесь рожден. Говорят? Да. Да. И поэтому то, что вы говорите, вот сейчас аргументацию-то приводите. Если я ее начинаю там у себя в приходе говорить, это темный лес, Игнат Ильич Ильич, об этих вещах они же не знают. И дело в том, что говорить-то особо там не приходится. У нас общения как такового очень мало. Там вся жизнь заключается в том, что именно на литургию пришли люди, и потом помолились и ушли. Общения фактически никакого нет. Да и в общем-то многие не нуждаются в нем, и поэтому поговорить, объяснить, что есть рождение свыше, что это такое, не приходится. Поэтому там объяснять некому. Я для себя понял по поводу крещения, разобрался. Я же тоже не сразу к этому пришел, к пониманию. Я вас слушаю, но, как и в любом деле, я пытаюсь сначала это дойти своим умом, понять, что вы говорите. То есть проверить, правду ли вы говорите или нет. И пока я не понял, не разобрался, не разложил по полочкам. Я и сам не был до конца убежден. Теперь я понимаю. Видите, вот они коснулись... Поэтому им объяснять. Коснулись платить за крещение-то. Не потому, что я жадный-то. Да. Я каноны выстроил, показал, какие каноны. Это Вселенский собор, апостольское правило, святые отцы. Извергает из сана. Мирянина предает анафеме. И тот, кто дает взятку, и кто принимает, и кто посредником. Одинаковая участь для всех. Почему за взятку в советское время судили по полной катушке? 15-20 лет давали. Это страшно. Это совесть искореженная. Это не мне надо. Они забыли потоптать. Игнать Тихонович... Говори. Игнать Тихонович, а я вот... Что-то особенно после сегодняшнего разговора с этим священником, думаю, ну это же вообще беда. По сути, система неисправима она. Потому что уже за деньги оно все. Сейчас ни один священник, он, по сути, вот только как у вас, если взять такую ситуацию, вот какое-то там такое сообщество получилось христианское, оно может вот только так. А остальные они вообще уже выскочить не смогут. Потому что вся проблема в деньгах. Как только десятина, если она введена была бы, то так все решалось бы дальше. А десятины нет, они вообще ничего сделать не смогут никто. И они обречены. А я подумал о ваших вот ребятах, которые сейчас учатся. Ну ладно, пока вас, я думаю, держат до тех пор, пока вы там есть. Как только вы уйдете, вас разбомбят. И тогда куда пойдут? Как со священниками с этим? Они же, что они, они служить-то в московском патриархате не смогут в этой системе. И вот вы как видите в этой ситуации положение священника? Потому что вот у нас есть, допустим, тоже я знаю священников, которые находятся в ужасном положении сейчас. Мы с ними разговариваем вот об этой ситуации. И он одновременно, этот человек понимает, что у него, либо он идет на сделку с совестью, либо он будет раздавлен там. Вот вы как видите выход священнику из этой ситуации? Вот и вашим в том числе, который выучится. И потом, что с ними будет? Все доверие в Богу. Когда вышел Давид на Голиафа, у него шансов никаких не было. Вся армия трепетала Голиафа. А он говорит, а вот иногда выбегал лев, я брал его за космы и раздирал его. Льва я брал его и убивал. И с этим поганым человеком будет тоже. Наполеон говорил, главное вязать в драку, вязать все. А там видно будет. Не надо сидеть на месте. Я 30 лет раньше еще, теперь уж лет 40, говорит начало крещения. Писать архиереям. А уже сейчас купели начали строить. Уже не в одном месте. И главное, купель построить и ко мне посылают. Скажите, Игнатий Тихонович, купель построили. Я говорю, вы что, для меня строили, что ли? Я верю в Бога. А это опять Игнатий Тихонович? Ну, говори. Нет, договорите уже, а то я... Я верю, и поэтому говорю. Я веровал, потому говорил. Я не могу это не говорить. Почему? Потому что Бог верил мне слово свое. И это слово касалось неба и ходило по земле. Мы сегодня считали только 16-16, премудрец Соломона. Это... Да, премудрости. Вот и все. Великий Бог дает истинное слово. Его надо нести. И быть верным. А сколько там противников, много. Мне думать не надо думать. Мне надо выполнять. И говорят, что вы думаете? Я говорю, я не думаю. Зачем думать-то, когда уже обдумали все. Мне интересно вспоминается, когда Роберт Фишер, чемпион мира, играл с Борисом Спасским. А он претендент, бывший чемпион мира. Он завоевывал у него это звание там. Ну и вот Борис Спаский сидел, думал, два с половиной часа, как пройти. А Роберт вышел там за кулисами, гулял, подошел. Он сделал один ход. Он даже не стал думать. Взял и в другое место пошел. После игры Борис Спаский спросил, а почему ты не стал разбирать? Он говорит, а ты хорошо обдумал. Это ловушка. Зачем мне думать-то, а ты хорошо обдумал? Он сразу в другом месте пошел. Мне не надо думать. Все, что по-другому, это от лукавого. Там меня поймает сатана. Там секты рождаются. Я православный. Это все. Это мой монумент. Я христианин, и притом православный. У нас каноны, жития святых, соборы вселенские, труды святых отцов, толкования. Зачем мне другое брать, когда я наполнен этой силой Духа Святого? Это вера. Она мне дает не преклоняться нигде. Они, священники, привыкли, чтобы вот так перед ними стояли. Они мне простить не могут, что я разговариваю не в таком положении, а стою перед ними. Они мне простить не могут этого. Да, потому что, если бы они были другие, то и отношение к вам было бы другое. Понятно. Вы обличаете их положение. Я говорю, деньги берут за крещение. Ну и здесь, да, я... За крещение. Он бы сразу вздрогнул, он сказал, что мы делаем? Я выписал сегодня вам, перепечатал. Ну, куда идти-то дальше, когда-то каноны православные. Это они жулики, бандиты. Бандиты. Это сказал патриарх Алексей Второй. Не боятся, не боятся. Это разбойники. Не боятся совсем. Просто удивительно, почему, Игнатий Техович, я вот одно не пойму. Они же люди-то верующие, как будто бы. Не верующие. Но почему они этого не боятся? Они знают, что... То ли я все над этой темой думал, думаю, порой смотришь, они верующие, священники, допустим. Ну и так же, как и мы, миряне, иногда мы смотрим друг на друга. Думаешь, верующие, а почему ты так действуешь? Но здесь ответ-то как раз только в том, что есть рождение свыше или нет. Если не рожден, то он и будет подстраиваться под эту систему. Потому что иначе, как это так, если я через совесть хоть мало переступлю, да? Это же не может такого быть. Был Вадимой Духом Божиим, чтобы он слышал голос Божий, живого Бога. И тогда все вопросы снимаются. Мне думать не надо, я обязан сделать. Меня Бог побуждает к этому. Это не механическое исполнение. У этих священников нет веры. Нет веры. Нет веры в Святую Библию. Нет веры, что будет суд Божий за все. А раз нету, значит ничего и нету. Ну вот это вот какое, оно не знаю, кем введено было. Они вот не по канонам хотят, а вот это именно, кстати, тоже, вы так тогда помните, вот мне написали тогда, и вот мне тоже более стало понятно. Вот эти все наши рассуждения, они даже может быть как бы логика какая-то, они вот и в моем рассуждении она была, я ее вижу, да, логика. Но эта логика-то она пустая, все равно. Там не логика, а надо вот сказано так, надо делать. Потому что любое, как только я начинаю рассуждать, обязательно меня вводят в оправдание. Я, получается, найду себе оправдание на нарушение любого канона. Это вот слава на самом деле так. Сто процентов. Это вот тоже спасибо вам, Игнатий Сихонович. Да, вот допустим на дороге инспектор ГАИ останавливает. Ты можешь объяснять ему, я торопился, у меня там жена рожает. Это ничего не значит. Ты ехал на красный свет. Красный свет. Ты понимаешь, нет? Тебя зафиксируют. Плати штраф. И весь сказ. А кто он бы ни был, это не имеет значения. Он нарушитель. Нарушитель обязан ответить. Перед Богом. Если ты хороший, и ты думаешь, так надо мочить, тогда куда деть святых отцов? Куда деть Златоуста, Кирилла Иерусалимского, Блаженного Попилахта? Куда деть семь вселенских девять поместных соборов? Все. Они не верующие. У них веры никакой нету. А у них корень всякого зла с ребролюбия. Они корыстолюбцы. Две болезни сегодня. Корысть и трусость. Трусость и корысть. И трижды больна этой заразой церковь. Да. Вы вот сейчас говорите, баптистерии строят. А ситуация-то безвыходная, Игнатий Сихонович. Они хоть сейчас их настроят. Бесплатно крестить-то не будут они. У них система-то выстроена в нашей церкви. Не у них, а у нас. Она выстроена так, что без денег-то опять никак. Без десятин это опять никак. То есть получается, тупик хоть есть купили, хоть нет купили. А все равно это извержение иссануто. Мы делаем по канонам. И анафема нам. По канонам. И мы доказываем. Маленькая община. Что можно жить по правде, по совести, по Библии, по Евангелию. Можно жить по святым канонам. А они нарушают ежедневно 413 канонов. А у нас ни одного. Ни одного. И они не верят. Они подыскиваются, а ничего нигде нету. А торговли у нас нету. Считается на понятном языке. В алтарь женщин-мужчин. Мирские не входит никто. Любой вопрос возьми. У нас вещи чисто восковые. И ее нельзя гасить. Пока она помигает, помигает и погаснет. У нас в уставе это записано. Мы желали этого. Мы молились об этом. И такая община зарегистрирована. Мы являемся удивлением для мира. Потому что показали, что в православии можно поступать по святой Библии. Но у тебя врагов будет, как мошкары на весеннем болоте. Однозначно. У меня-то я еще ничего не делаю. А уже там сколько недоброжелательных взглядов и в приходе. А уж епископ, то он меня тут... Была служба у него на этой неделе в нашем приходе. А я как раз не был на службе. Ну, там, говорит, мой адрес он выдавал. Каким образом только меня не выставлял. И в бороде-то никакой правды нет. А Господь, говорит, спросит, кого ты накормил, кого напоил. А тут, мол, на бороду все обращается внимание. Ну и плюс, в общем, в этом ключе он там изливал. Я спрашиваю у человека, с которым разговаривал. Ну, я бы что-нибудь такое сказал. Из чего бы можно было бы мне вывод какой-то, может быть, действительно, правду какую-то такую сказал. На что внимания обратить. Да нет, говорит, там, просто даже говорит, в этой грязи не хочется участвовать, пересказывать тебе. Я говорю, да мне не надо. Даже хоть что бы он не говорил, у меня на душе настолько спокойно. Потому что, когда правду чувствуешь за собой, там, хоть и обольют, они тебя пусть. На душе все равно мир и покой. Да. Пускай светло будет. Поэтому, да, тут, поэтому недоброжелатели, конечно, все это вызывает много, так сказать, понятно. Все считают, что ты умник. Знаете, так, ой, выходите, хватит, говорит, концерт устраивать, выходя в притвор, представляете? Жене моей там сказали, хватит концерт устраивать. А мне они уже этого не говорят. Уже мы переболели, они переболели этим. Еще так светится-то непонятно почему. Вроде бы не очень тут и светло на улице, а как-то хватает. Ну-ка, вот так самое среднее примерно. А они тоже... Появляются священники, которые понимают, понимают, которые понимают. А они везде возникают. И они начинают другим уже долбить. Вы что делаете-то? Вот смотри, у меня книги, допустим, 14 лет уже как изданы. 14 лет. И уже везде собирались сенсорские отделы. В Кемеровской епархии, в Тульской. Там везде они, там в Оренбурге, что-то, в Почаево собираются. Все это против меня. И нигде ничего нету. Я говорю, вызовите меня на суд. Вызовите меня в патриархию. Но только по Святой Библии. А мне говорят, они что, самоубийцы? Самоубийцы, которые сами себя зарежут. Что они будут? У них веры нету. Нету веры. Они спокойно. Они спокойно ждут, когда вы естественным путем уйдете, Игнатий Тихонович. Скажут, нет Игнатия Тихоновича, нет проблемы. Нету. Нет, я оставил. Вот и все. Оставлены в роликах, в книгах. В сыновьях. Да, да. Теперь-то в интернете много, да. Я поражаюсь, Игнатий Тихонович. Тут какой-то товарищ все рассылает на электронную почту. Мне письма приходят, Владимир Петров какой-то, из Омска, что ли. Ну, знаете, присылают вот эти все пасквили на вас, то, что выкладывают в живом журнале-то где-то. И вот он там старается. Я говорю, что вы мне шлете-то? Вам, Игнатий Тихонович-то, ну, никак не удастся сломить-то. У вас кишка тонка. А он мне все шлет и шлет там. Я думаю, это какую злобу надо иметь в душе, чтобы все время какую-то вот гадость в ваш адрес ее отсылать. Это надо сидеть и писать, людям рассылать. Что с душой-то с их бедолаги? Это положительное вот что в этом. Значит, они во мне ничего не находят, как Христос говорит. Они бы не придумывали. Ну, я беблудник, они бы прямо указали. Если я пьяница, они бы сказали, они ничего не могут сказать на меня. Ничего. Совершенно ничего не могут найти во мне. Почему? Я плащу десятину всю жизнь. Вот это гениальство. Когда они узнают, что я 50 лет платил не одно, а 9 десятин, 9. Мне только десятка, сотни оставалось. Они в ужас приходят. Фанатик там, ну фанатик еще из этого. Я люблю Бога и ни разу голодный не ложился спать. У меня хлеб всегда был. Вы один из главных помощников моих. Да. Так что давай, Александр, приезжай в гости, бери жену, тещу и приезжай. Спасибо, Христос. Может, так и вот удастся. Посмотрим, как сложится. Ну, мы-то до вас доехали, на российской земле. Мы были в Воронеже, в Краснодаре, везде были. Вы же знаете. Прошли Турцию. Вы подальше. Вы подальше. Представь себе, я говорил проповедь в португальском храме. В Португалии, в Лиссабоне. Да. Кто бы думал, да? Во Владивостоке, в находке были, прошли. Франция, Германия. Я в Дании, там в Дании выступал. В Дании, в Швеции. А как на корабле было, когда мы переплывали Балтийское море? Только я заговорил, вокруг люди собрались толпою сразу. Я знаю, рады. Я помню, ты видел там. Видел? Там снято у нас все это. Да, конечно. Это не слова. Да, да, да. Среди мусульман мы три раза в Чечне были. В Чечне. Мы были в Северной Осетии, в Дагестане, в Ингушетии, в Карачаево-Черкеве, в Черкесской. А там одни мусульмане. И говорили, ой, там голову отрежут. А они нас принимали как родных братьев и сестер. Они заводили в магазин нас, и нам все давали, что надо. Да и деньги не брали. Какую память оставили? Это прекрасные люди. Им не хватает только Христа. И мы им говорили. И это все на роликах снято. Я не уйду один. Представь, в книге находятся примерно 500 библиотек. Это полтысячи библиотек в мире. Им никогда нельзя убрать то, что есть. Мои книги находятся в королевских библиотеках. Королевских. В библиотеке имени Ленина, главная библиотека Российской Федерации. В парламентской. В Киеве, в Харькове, в Одессе. Везде книги. Они не могут их изъять. Не могут. Они не могут изъять из Софии, Болгарии. Они из Венгрии, из Австрии не могут взять. Нет. Я не уйду просто так. Я оставляю в тиражированном масштабе все, что я думал, говорил, что мне Бог открыл. Вот у меня... Мы не смогли, значит, там с Англией правильно разобраться. Приехали. У меня оставлены были книги. Полный комплект. 38 книг для Шотландии. Для Ирландии. Великобритании. И уже сообщили. Все туда отправлены. Все приехали и забрали. Машина поломалась. Слава Богу. То есть на место прибыли книги. Да, прибыли. Мы оставили это все во Франции. Во Франции. Здесь у нас машина поломалась. Я помню, я помню. Мы в Эстонии оставляем, а там знакомые, которые в Финляндии забирают, в Финляндии, для Швеции и Норвегии. Мы не прошли ни одной республики. Ни одной страны. Мимо. Мы все давали. Вы посмотрели, как в Словакии нас встречали. Какие грамоты дали. Как провожали. Выходят. Стоят и крестят нас. Благодарят Бога. Это Бог нас подвигнул. То, что мы сделали, никогда никто не делал и не сделать. Надо сначала иметь это то, что мы имели. Книги. А их нет ни у кого. Они злобятся-то. И для этого есть о чем злобиться-то. Я в этих книгах вскрыл истинная причина какая. Неверие. И в чем оно заключается. Они ничего не сделают. Они могут киллера подослать. Это они могут. А больше они ничего не могут сделать. У них нет ни одного процента правды. Ни одного. Теперь это уже видео сколько. Вот, кстати, как хорошо, что вы записываете все. И даже то, что раньше записывали. Потому что вас бы уже давно можно было потопить, если бы вы даже самое плохое себе не выкладывали в своих книгах и везде, где вы об этом пишете. Поэтому каждое слово, оно, в общем-то, легко проверяется. Вот. Поэтому это очень гениально, что так задумано. Мы ничего не прячем. Труд ужасный. Как... У нас выставлено 2800 роликов. Слава Богу, да. 2800. Это... Две тысячи это ролики. Это не просто так. Это беседы. Это откровения. Мы считаем Библию, насчитанную с толкованием. Мы говорим-то не свои слова. Это не два тома, а 38 книг. И вы знаете, что за книги? Нас есть что дать. И мы при том отдаем. Я издавал книги, 50 лет копил материал вот здесь вот. Потом 9 лет не вылазил из-за компьютера. И 90% подают бесплатно. Пускай они повторят это. Блин. Кто накормит? Нет, там и задачи такой нет. Говори. У них задачи вас только заткнуть, желательно, чтобы вас бы не видно и не слышно было. Вот одна задача. А не то, чтобы повторить то, что вы сделали. Задачи такой, по-моему, нет там. Да самое простое. Так что слава. Я основатель, начальник детского лагеря, трудового, православного. А пускай они такой лагерь создадут. Пускай. Ни одного рубля от государства я не получил. За 43 года. Ни рубля. Это обслуга должна быть. Детей сохранить. Ни одного несчастного случая. Ни одного отравления. Это чего-то стоит? Да. Да. Это у вас не Никита там сидит, который должен был приехать к вам? Вот он и есть. Ну-ка, иди сюда. Это Никита, Никита Колесников. Вчера приехал. Из Борисполя, там околокина. Ну я наслышан, я... Так, на меня поближе, чтобы вон туда смотреть, чтобы телевидно было. Вот так. Поздоровайся. Мир вам. Добрый день, Никита. Мир вам. Ну что можно сейчас сказать? Слава Богу, прибыли, да? Прибыл. Тоже воевал там со своими священниками. Безуспешно. Приехал тут, где тяжелая артиллерия, тут можно с большей пользой трудиться. Он один день у нас только пробыл. Вчера там на работе был, а сегодня один день воскресный, еще не полностью. Еще тут за день-то было. Насмотрелся. Много еще было. И благовестия было, и занятия, и песнопения, и служба была. И собрание. Собрание. Служба без батюшки была. То есть совсем классно. Да. Это ехали когда из Америки. Ехали из Америки, и там один спрашивает, кажется, Савченко Николай из Санкт-Петербурга. Владыку нашу Евтихия. А как у отца Акима там без него? А Евтихий, епископ, говорит, у него все идет и без него как надо. Именно так. Еще с большей дисциплиной, чем если был бы даже епископ. Он увидел, как один. Да. А Никита, да, Никита, на совсем, да, Никит, прибыл? Или так, погостить? На совсем. За всем. За всем. Господи, благослови. Да. Радостно в этом плане за вас. Потому что живешь и знаешь, по большому счету перспективы никакой у нас нет. Вот я, конечно, как вы говорите, все в руках божьих. Может быть, но смотришь и думаешь, да. Ну и опять, как бы, Надежда, ну думаешь, ну ладно, одному скажу, другому скажу. А может, что-нибудь будет меняться. Посмотрим и мы. Начинать надо так. У вас знакомые есть? Разговаривайте. В воскресенье в такие дни приглашайте к себе. И начинайте работать по третьему тому, синий, там, всемирный потоп, открытым оком. У вас эти книги есть все. И вы по этой книге, и дальше, где указываются места, открывайте трехтомник. Два человека соберутся уже хорошо. Три. Другие, чтобы говорили, у вас будет община, приглашайте батюшку, он будет против. Это ничего не значит. Это естественное противление власть тьмы. А ты делай. И будет община, и батюшка поймет, что это лучшие его помощники. Да, если только такая задача стоит, иметь помощников. А когда эти помощники против дуют той мельницы, которая им нужна, она, в общем-то, тогда получается не помощники, а вредители мои. Мы не даем то направление соблюдать, которое им бы хотелось. Чтобы народ заходил, и любые, без штанов, в штанах, какие угодно пусть заходят. Интересно, вчера одна девушка у нас, она так, не так давно ходит. Ну, ходит всегда в коротких юбках. А я пришла, сантиметров на 15 выше колена у нее юбки. Думаю, ну ладно, она такая немножко, как бы, ну диковатая такая, так скажем, такое слово применим. Думаю, все равно подойду, скажу, поговорю с ней. Ну, вот с ней заговорил. Она говорит, это вы меня хотите выгнать из храма? Я говорю, да вы что, как это из храма? Я вам просто говорю, что у христиан не принято вот в таком виде в храм являться. И не только в храм, а даже на улице так нельзя себя вот в такой одежде ходить. Она говорит, а у меня нормальная юбка. А говорит, вы посмотрите, в храме-то я же смотрела, тоже так же стоят. А я-то как раз думаю, вот интересно, священники, они за то, чтобы, да и многие прихожане, чтобы никому ничего не говорить. Они якобы походят, потом все начнут длинные юбки одевать, платки начнут краситься, переставать. А оказывается, вы видите, люди вновь приходящие, они обращают внимание на тех, кто как стоит, и себе находят оправдание, что я могу в такой юбке ходить. Понимаете как? А у меня денег нет. Я говорю, я тебе денег дам на юбку. Она, ну уж я не такая бедная на юбку-то, я, наверное, найду. Я говорю, ну если не найдете, я вам денег на это дам. Она, ну все-таки, вот никак я не могу согласиться. У меня, я намного лучше других, она говорит. Вот вы смотрите на юбки, видимо, вы не молитесь. Я прихожу в церковь молиться, я, говорит, ни на кого не смотрю. Я говорю, ну вы такие, как вы, не много таких людей в храме, а вот остальные, видимо, послабее. Особенно, вот я знаю, что разговариваем с мужчинами, одинокими особенно. Они, говорит, соблазняют, вот вид женщин в таком виде станет, и молиться никак нельзя. Вот. Она говорит, а я думала, что в церкови никто ни на кого не смотрит. Я говорю, ну а святые отцы вы что думаете, глупые были? Почему они нас разделили? Мужчин, женщин по разные стороны поставили. Почему одежду целомудренную такую наши предки носили? Значит, все-таки это не проблема в тех людях, о которых вы говорите, а проблема в тех, кто соблазняет. Ну, в общем, так неплохо мы с ней поговорили. Она задумалась, уж не знаю, как она кончится чем, но, во всяком случае, вот показала, что нельзя никого на самотек пускать в храме. Надо руководить процессом, священникам, в первую очередь. Нас-то, видите, могут сказать, а вы кто такой? Священники молчат, а вы что лезете? Вот, и все. Так что у вас там по-другому. В этом плане, как бы, есть пример. Дело в том, что они не только не хотят делать, они когда видят, как у нас целомудренно одеты, они нападают. Нападают на это. А когда мы бываем где-то в соборном храме, к нам подводят и спрашивают, а из какого это монастыря приехали? Ну, ты сам посмотри. И почему тут, я удивляюсь. Да, Игнат Тихонович? Вот, посмотрите, это она пасхальная, другое, когда снятая. Как у нас люди одеты, любое богослужение. Мальчики, девочки. Посмотри, какой русский вид. А то, да это не внешне, главное сердце. Да там сердце-то, от избытка сердца, говорят, уста. От избытка сердца человек одевается. Да. Страха Божия нет, ничего и нету. Нету, все пустое. Посмотри на изображение Божьей Матери. Как она одета? Что она, в юбочке стоит, мини? Ну, это как раз в области, вот, Игнат Тихонович видит, но пока рождение свыше не произойдет, у людей такое ощущение, как будто глаза закрыты. Поэтому и не пробивается часто к таким людям слово такое. Ну, вот смотрите, допустим, три года назад, когда мы с вами еще не встречались, и у вас бы там завелся человек там от проповещей, это как вы сегодняшний. То твой сегодняшний, на того Александра, который три года назад был, как посмотрел, стал говорить, а ты везде против. Он бы сказал, ничего не пробьешь. А теперь это ты оказался. Тебя пробить-то можно было все-таки? А раз ты мог, значит и другой сможет. Не забывай руки, молись, и Бог устроит все как надо. Да. Да, Господи, благослови. Ну, спасибо, Господи, Игнат Тихонович. Вам за все и братьям Вашим. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. С Богом. Так, готовься к 12 июля, забирай всех и сюда. Хорошо, да еще, Игнат Тихонович, тут один из прихожан, Игнат Тихонович, один из прихожан хочет вопросы вам задать. Ну, бери его с собой. Игнат Тихонович, я ему говорю, ты подготовься, запиши, какие вопросы. Вот. Да, и мы как-то с вами выйдем на связь, если с ним договорились. Ну, ты выходи рядом, посади его, кресло-то широкое у тебя. Договорились, да? Да, кресло широкое, сади его рядом. Да, 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 да. Вот как у меня Никита сидит. Хорошо. Все. Да, мы уместимся. Ну, да. С Богом. С Богом. Слава. С Богом. Кто же там?